Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRest Info. Перед нами iPhone 13 mini и в этом видеоролике мы вам покажем несколько трюков в клавиатуре данного устройства. Начнем с простых. Если мы зайдем в клавиатуру, дважды нажав на какой-то текст, мы можем выделить одно слово и стереть его, к примеру. Нажав трижды на текст, мы выделяем весь текст, который у нас есть. Таким образом нам не нужно выделять вот таким вот образом, что очень неудобно, а просто трижды нажимаете и весь текст выделяется. И вот же несчастье, я не хотел удалять текст, который я только что удалил. Как мне это отменить? До этого я тремя пальцами вот так вот свайпаю в сторону и у меня отменяется мое последнее действие. И текст мой вернулся. Также мы можем это сделать по-другому. Для этого мы тремя пальцами вот так вот одновременно нажимаем на экран. У нас сверху появляется вот такой вот пункт. Мы здесь можем отменять наше последнее действие, а также можем отменять отмену, если это так можно назвать. Дальше, если вам нужно передвинуться, к примеру, перед словом можем, вам не нужно вот так вот неудобно пытаться перетянуть это слово, не видно из-за пальца, где я перетягиваю, поэтому я зажимаю пробел. И теперь я могу перетянуть этот курсор в любую часть текста, к примеру, сюда. Также, как мы обычно печатаем какую-то цифру, к примеру, цифру 9. Мы нажимаем на циферку, нажимаем цифру 9, возвращаемся и цифра напечатана. Но на самом деле это можно сделать намного удобнее. Для этого мы просто зажимаем цифры, перетаскиваем к 9, отпускаем и мы обратно возвращаемся к нашим буквам. Таким образом, нам не нужно делать несколько кликов. Если зажать кнопку вот здесь, вот где мы сменяем язык, мы можем включить однорукий режим и печатать на клавиатуре только одной лишь рукой. Таким образом, мы можем выбрать или для правой руки, или наоборот, для левой. Также, здесь есть очень прикольная функция. Давайте я сотру весь текст, который у меня тут есть. Упс. И покажу вам, к примеру, как быстро напечатать свою почту. Я вписываю слово почта. И у меня должна выскочить подсказка, но ее нет. Очень даже странно. Это все потому, что я отключил автоисправление. Я думаю... Давайте я включу автокоррекцию и впишу здесь слово почта. Проверим, работает ли это. Нет, не работает. Почему? Возможно, потому что почта с большой буквы написана. Нет. Почему-то у меня эта функция не работает, поэтому давайте настроим ее с вами. Мы, зайдя в настройки нашей клавиатуры, заходим в замена текста. Вот, у меня здесь нет ничего. Вот в чем проблема. И здесь мы нажимаем справа сверху на плюсик. Так, дальше здесь мы можем вписать какую-то почту. К примеру, свою почту hardreset info1 собачка gmail.com Теперь я напишу какое-то сокращение, пусть это будет просто слово почта. И нажимаем сохранить. Что же теперь произойдет? Если я печатаю слово почта, у меня выскакивает здесь подсказка с моей почтой. Таким образом я могу напечатать слово почта, поставить пробел. И у меня это слово поменяется на почта, но оно у меня почему-то удаляется. К примеру, есть еще пункт и так далее. Он предустановлен по умолчанию. Мы пишем и т.д. Ставим пробел, у нас вписывается и так далее. Функция довольно-таки прикольная и довольно-таки удобная. Плюс у нас еще есть возможность печатать смайлы. Для этого мы пишем грустно, к примеру. И у нас должен появиться в правом нижнем углу смайлик. Это почему-то не работает в заметках, но в других приложениях это работает. Таким образом вам не нужно искать каждый раз, например, смайлик с, не знаю, лягушкой. Вы просто вписываете здесь лягушкой, и у вас вот здесь вот в верхней панельке появляется смайлик с лягушкой. Мы же на этом моменте будем заканчивать больше видео о данном девайсе. Ищите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!